Каждый шлёпок мучился, что выбрать. Нибо вот этот, этот или этот. Каждый из них почти по 2000 рублей. Вот это можно купить где-то в Чипи Дипи, фирма Ториал. Это из музыкального центра. Техник СУ В500М2. Это из Алиэкспресса. Это кошку подарили. Это тоже кошку подарили. Это тоже кошку подарили. Блин, ну мужики вообще не понимают, что нужно дарить девочкам. Колготочки. Вот между этими отличается то, что Тороид это ша-образное. Здесь напитано 120 ватт. Он выдерживает 120 ватт. Вот это 130 ватт. Это вот, как правило, многостерильные. Они делают компактные, чтобы можно было перевозить ваши партии на КамАЗе или на кораблях. То вот эти вот делают очень маленькие, компактные. Но обмотки делают так, что они всё время горячие. У стериль, у которого идёт картинка, она указана 2 по 50 ватт на канал. Это 120 ватт, это 130 ватт. Это 500 ватт. Он легче. И вот это железо абсолютно одинаково по весу. 2-3 килограмма. Ну я думаю, 2 килограмма точно есть. Я не знаю, как кошка тащила до додуму из почты. Но мне насрать, я лежал на диване и смотрел анимы. Да, она меня ненавидит. Видно, что у него глаза такие. Из-за того, что колготки до сих пор нет. 27 вольт на 2,5 ампер. Тут две обмотки независимые. Но я не могу понять, они симметричны ли намотаны. Потому что эта проволока ушла куда-то вниз. А вот эта проволока я вижу наверху. Будут получаться не симметричны, что ли, я не знаю. По идее, должны тароиды мотать симметричны. Вот здесь. Вот здесь, очевидно, не симметричны. Потому что одна ушла туда. А вторая пришла, вот видите, на больший радиус. Потому что это не симметричная обмотка. Это сразу, когда просядет, она будет у одного синусоида больше, у другого синусоида меньше. Для аудио это не очень подходит. Но, как говорится, people схавают. Если там terio.ru и там hi-fi.ru, там напишут, что это самый клёвый звук. Там 27, тут 28. Ещё маленькая обмотка 10 вольт. Ну, это явно для индикатора, для пульта дистанционки, для дежурки, для стан-би. И следующая обмотка 35 вольт. Казалось бы, что всё здорово. Но я когда начал всё рассматривать всё поближе, то я понял, что это сам настоящий пример, образец, что такое Алиэкспресс. Вместо для пайки, что же здесь могло быть? Если тут посмотреть, то нету ни одного термистера. Причём, вот тут, видите, дорожка протон соединяет. Надо обрезать и пытать термистер. 35 вольт этот трансформатор. Посмотрим вот здесь. Тут была целая сетка. От 30 до 70 вольт. А зачем 2 раза 70 вольт? 75 тут уже умеет, да? В общем, я купил вот этот респей, вот этот. Я думал, что я его могу легко повернуть до 50 или до 65. Я думал, тут есть где-то резистор, который обратно связь. Долго смотрел, 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 смотрел. Я понял, что я лоханулся. Получается, что у него нет обратной связи. Я совершенно не знаю, как он работает на больших нагрузках. Будет ли проседание. Будет ли зависимость от напряжения входа 220-240. Допустим, есть 40, на выходе будет больше. Тут 210, там оно будет меньше. Я не знаю, как оно тут реализовано. Вот это вот тут, видите, токовый резистор. Либо он защитный, этот токовый резистор. И вот это вот еще резистор. Я не знаю, как это реализовано. Но увеличить уже не сможете. Уже все. Трансформатор виноват. На 35 будет идти на монтале. Я тут вижу двухтактный. То есть, вроде как экономичный. И вот эти два диода. И на выходе мы получаем здесь плюс-минус 35 вольт. Это земля. И вот тут еще есть 15, минус 15. Это земля. И это плюс-минус 15, это для операционников. И вот тут еще есть 12 вольт. А вот это 12 вольт, это совершенно независимая земля. То есть, у него отдельная обмотка здесь взята. Которая ничем не соединена вот это в театны. Чтобы там земляные обратно токи не бегали. Вот, а тут видно, что они без радиаторов все нахлобучили. Вот тут что-то должно быть. Хер знает, что здесь должно быть. Я нашел под подушкой термистор. 15 SP, это, по-моему, 15 диаметр в миллиметрах. UEI 097. 9-омный. Припаял, там разрезал. Все это отлично. Теперь вот для них надо делать мостовой диод. Вот я как вариант предлагаю вот это использовать. Тут лампочка. 2D213A. Быстрые диоды. Хотя, смотрите, перевычка. Сопротивление 10 Ом. А тут получается 13 Ом. А вот это вот 10 Ом. Хм, получается, через него прогоняет еще больше тока, чем через него. Итак, я включил сеть. Трансформатор. Мостовой диод. Лампочка горит. 20 тысяч одно плечо. 20 тысяч другого плечо. Напряжение 71 вольт. Там 35 вольт, тут 35 вольт. Замкнутый вход. Это уже на 20 тысяч микрофарад. Щупальца на конденсаторах. Белый это на положительное плечо. Зеленый это на отрицательное плечо. То есть 35 вольт белых и 35 вольт на зеленых. Вот здесь вот 80. Одна клетка 20 дБ. Вот здесь мышка вот там, вот здесь она была. Да. Она даже прихватывает меня. 97 ватт. 60 вольт. Жиг. Прибавил на 40 дБ вверх. Видно, что перетянь герцев вылезла. Значит, несимметричный трансформатор намотанный. Одна обмотка более большая сопротивление, другая меньше сопротивление. Ну, в общем, да, смотрите, абсолютно чистый порог. Нет каких-то шумов, которые вот некоторые там думали, что конденсатор надо шунтировать. Каждый диод конденсатором. Но вот здесь такого как бы и не видно, что это нужно. Абсолютно без шумов. Просто теплый. Да, ощущение такое, что ему пофиг. Здесь тоже теплый. Тороид сразу стало больше. 78 вольт. Было 72 вольта вот этого. Второй 78. Вот, ямушка чистая. Ага, ну, примерно то же самое. 80 дБ здесь находится. И всё чисто вот здесь. Ну, то же самое. Теперь попробуем прожарить. 68 вольт. У нас, получается, неровные номиналы. Ага, ну, 50 герц верно торчит. На 80. И этот 40. Ну, всё примерно так же. Я напомню, что вот это на одном конденсаторе. 20 тысяч мкФ. Это всё на 35 вольт. А второе, что надо посмотреть в это два. Вот видите, зелёных и белых. Вот, получается, в сумме будет Терпсимс 68. Так, тут 115. Угу, на 15 ватт больше. А вот на холостом ходу, Тороид, всего 2 ватта. А в этом Ша-образная техникс. Было 5 ватт. Вот эта первичка была 10 Ом. А эта первичка 13 Ом. У него так же 50 герц торчит, как у этого. То вскрытие, он тоже несимметрично обмотанный. Сначала жёлтый намотали, а потом, допустим, синий домотали сверху. То получается, что 50 герц. Бррр. Ну, ладно. Что это? Что это? Ну, давайте вот этот. Так, получилось включить. Где-то 3,6 ватт. То же самое, примерно, как у Атроиды. Это холостой ход. Зампнутый вход. 80 дБ, то же самое. Но быстро спадает всё. Конвенна быстро. Это хорошо. Видите, то есть, да, шумов нету. Всё чисто. Ну, давай посмотрим, как он под нагрузкой. Я подключил. 64. Было 68. Отключаем. 68. Включаем. 64. 99. 100. 100 ватт. То есть, эффективность примерно такая же, как Троид. 64 вольта. О, какая высокая. 40. Но 50 герц почти нету. 50 герц есть. Немножко есть. Вот тут. 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 Примерно, дуточные. Нам 80. Даже почти 70 уже. Да, выигрыша вообще нету. И вот это вот что-то появилось. Блин, трудно сказать. Блин, ну, честно говоря, я вообще не вижу разницы, что вот эти, что Троид. Вот вообще настолько мелочно что-то там меняется. Я думаю, что чтобы вот это снизить, вот это, вот эту фигню, то нужно вот это поменять конденсаторы. В этой большей ёмкости. Да, они создают 100 герцовые по 700. Да, чуть-чуть больше. На 40 дБ. Ну, конечно, я уберу термистр. 5. Ну, 1 вольт даже можно сказать, что упало. Ладно, термистр, он не сильно вредит. Он нам полезен, чтобы, чтобы включать, не создавать искру. Ну, и конденсаторы сэкономят в срок годности. Ну, и последнее. Вот этот блок. И пульсный блок питания. 35 будет. Один блок. Только плюс. Надо второй же, чтобы минус делать. Пока проверим на одного. На одном резидере 24 Ома. Что соответствует, так же будет по графику. 35 будет. Если умножить на 2, будет 70. Потребляет он. 63. То есть умножить на 2, будет 126. Без нагрузки. 3 Вт. Если 2 блока, будет 6 Вт. Видите, она уже не стабилизирует. То есть это типа как остаточное. Теперь включаем нагрузку. Вот так лучше. Сразу видно, что фильтр срабатывает вот здесь вот. Там ёмкость, 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 индуктивность. И вот эта палочка вылезла. То есть видно, что если бы было бы стабилизация, то вообще прекрасно. Но у неё приходится всякий обратный связь. А у такого блока, у неё нет обратной связи. Ну ладно, в общем, давайте подведём итоги. Разница я тут не вижу, но здесь лёгкий вес. И тут много всяких выводов. Вот здесь вот тоже есть 10 вольт от длинной обмотки. А вот здесь нету. То есть придётся дополнительно намотать сверху, что сколько нужно. А так я между вот этим и вот этим разница как бы тоже не увидел. Здесь и есть мелочи, но я думаю, что в комментариях напишут, для кого какие важные параметры. Фрей, выбери своего любимого устителя, которого вы до сих пор ни хрена не сделали. Какая жижа. Вот что значит солёная вода у нас на Урале. Это ужасно. Кто хочет чай попить?